ваши туристы это люди разного возраста там разного социального положения это северяне которые приехали сена хмау они молодые пенсионеры и они вот как раз из той самой серии который хочу все знать вот вот пол ощущение какое как тюменцы к родной истории относится они просто рвутся на экскурсии по тюмени они обожают ее они и не знают но она им очень нравится сейчас никто не будет слушать скучных лекций ну никому это не нужно если это лекции тут должно быть как ведро студенной колодезной воды это должно быть очень интересно то есть это неправда ой а об этом я вам расскажу на следующей экскурсии очень скоро всех нас ждет фестиваль тюменская осень и во время этого фестиваля всем нам очень пригодятся знания по истории родного края а чтобы получить их совершенно необязательно проводить утомительные часы в библиотеке где и как можно получить эти знания по истории родного края легко непринужденной в приятной компании поговорим сегодня это программа интервью а в нашей студии и лидер проекта гиды 55 плюс людмила супе с людмила анатольевна здравствуйте с вашим появлением так наша студия преобразилась ну вот мне кажется что проект гиды 55 плюс он конечно когда-то задумывался как такое времяпрепровождение до людей на пенсии но сейчас мне кажется не уже нечто большее такой-то такой серьезный вклад в историческое просвещение вы разделяете такое да да я считаю что сейчас проект гиды 55 плюс перезагрузка он вообще считается брендовым не менее старшее поколение благотворительный фонд одно из первых в тюмени вообще не только в тюмени в россии начали обучение старшего поколения новой специальности гиды и сейчас все обученные гиды проводят экскурсии они все бесплатные для старшего поколения города тюмени мы провели более 100 экскурсий в год среднем про экскурсии в год это раз в три дня там в два дня вы выходите вы знаете да да мы выходим на маршрут пешеходный или автобусный или это могут быть любые другие формы различные гостиные так далее охватываем более трех тысяч человек поэтому я считаю что мы вносим большой реальный развитие туристического рынка тюменской области а именно социальный аспект а вот эти три тысячи человек это кто это тех кто к нам приехал лета тюменцы это знаете это старшее поколение города тюмени и плюс люди с ограниченными возможностями здоровья мы приезжаем к ним даже на дом мы проводим экскурсию даже одному человеку и также дети из центра семья потому что мы же еще серебряные волонтеры штаб-квартиры серебряного добровольчества регионального центра нашего активного долголетия геронтологии и реабилитации поэтому мы работаем вот в социальной направленности но также мы работаем и с обычными детьми школьниками проводим экскурсии различные интерактивы с ними самые разные вы смотрите получается что гиды 55 плюс это люди которые до определенного периода ну как бы историю постольку поскольку знали ну наверно на уровне всех нас с этим проектом началось такое глубокое серьезное погружение вот как кто вас учил чем у вас учили это очень долго ли вас учили это очень интересный вопрос да мы не краеведы да мы не историки но мы учимся наш проект выиграл президентский грант и на основании вот этого гранта мы прошли очень серьезное обучение корифеями я считаю нашего краеведения такими как александр петрушин владимир полищук павел ситников весь цвет в общем-то говоря от тюменского краеведения недавно мы прошли курсы гидов от тгу это очень серьезный был проект полностью все 360 часов мы прослушали проработали и защитили свои выпускные работы лично вы алинатольевна какие туристические проекты экскурсии придумали я сама у меня более 50 проектов очень много различных форм я предпочитаю и не люблю скучные проекты я предпочитаю очень интересные интерактивные формы а вот интересно алинатольевна вы что для себя такого интересного открыли ну какой-то не знаю удивительный факт удивительная легенда которая даже вас сама покорила и вы сами сказали ничего себе вот я там до 55 прожила этого не знала есть такой очень нравится легенда александра анатолий антоновича петрушина о том как сталин подметал наши площади ну это что такое да вот он ее создал и запустил она в общем-то живет я ее часто говорю на своих экскурсиях то есть но это неправда но он взял несколько исторических фактов легенда же делается таким образом часть исторических фактов часть легенды собирается и красивый материал потому что он же был политическим сынным и он уезжал через тюмень же все политические сыны проходили а политические сына они очень спокойны не уголовники поэтому их выпускали им разрешали подметать площади и скорее всего действительно сталин подметал площадь александровского возле александровского реального училища когда любовался этим зданием она ему запомнилась запомнилась и когда в сорок первом году началась война то именно рукой сталина на документе куда же вести тело ленина была резолюция везите его в тюмень ему там будет хорошо ему действительно было хорошо он поправился на три килограмма да 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 слушайте но это ведь действительно такое могло быть никто не доказал что это было но не доказал что этого не было а значит это могло да и это вот в такую интересную легенду сложилась надо удивительно конечно а вот ваши туристы это люди разного возраста там разного социального положения много ли среди них тюменцев так вот пропорция тюменцы и допустим это приезжие в основном у нас тюмен в основном тюменцы но у нас еще есть такой пласт интересный новые тюменцы это северяне которые приехали си на хмао они молодые пенсионеры и они вот как раз из той самой серии который хочу все знать они просто рвутся на экскурсии по тюмени они обожают ее они не знают но она им очень нравится они как дети радуются всем экскурсиям у нас на экскурсию запись идет в течение часа 30 человек и то есть вы открываете запись и за час уже все занято да 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 30 человек набирается полностью вот если возвращаться к тюменцам которые приходят к вам на экскурсия вот вы же уж можете понять пока ли по количеству вопросов по качеству вопросов по глубине вопросов вот а они как бы знают историю или не знают истории вот вас пол ощущение какое как тюменцы к родной истории относится вы знаете они относятся очень хорошо к истории края многие знают много интересного многие приходят даже записывают но еще они приходят для того чтобы еще и пообщаться чтобы одеть красивые платья нарядиться сделать прическу пить чай и кофе был ли вопрос другами был ли вопрос наталья который поставил вас в тупик честно говоря нет нет потому что у нас научили выходить из тупиков потому что мы им всегда скажем ой а об этом я вам расскажу на следующей экскурсии я подготовлю вас еще и профессиональным таким не только историческими знаниями напитали но еще какие-то профессиональные такие фишечки общения вы смотрите сейчас никто не будет слушать скучных лекций ну никому это не нужно вот какие вы фишки используете какие приемы чтобы удержать внимание ну понятно у вас там горящий глаз у вас знание предмета но что еще да я не люблю скучные лет в лекции сама мне нравится знаете если это лекция тут должно быть как ведро студеной колодезной воды это должно быть очень интересно поэтому вот лекционные материалы использую очень редко только уже в сложных случаях вообще стараюсь брать театральные постановки у нас очень много театральных зарисовок огромное количество у нас есть литературная гостиная вот мы проводили недавно центре татарской культуры просто вот благодарна всем нашим партнерам который предоставляет нам бесплатно площадки и вот допустим центр татарской культуры у нас вот гостин в это было 30 человек мест 30 человек мы проводили театрализованную постановку о том как жил филимон калмагоров у нас вошло туда 50 человек то есть это кто-то был в роли калмагорова да вы его создали его кабинет жена даже это вот прямо гостиная в его доме представляете там уже чайные пары там у нас была горничная жена научила ее как правильно подавать чай она развивала максимальной исторической конечно конечно мы очень стараемся быть точны исторически чтобы профессиональные гиды нас не не обвинили в каких-то недостатках недочудок интересно когда профессиональные гиды там аттестованные смотрят на то что вы сделаете вы гиды 55 плюс наверняка экскурсии посещаете то не что говорят типа ну да там хорошо развлекаются или реально классно делают ну я думаю наверное когда-то они так говорили в начале самом да но сейчас я думаю они ходят к нам на наши экскурсии и смотрят наши новые интересные моменты у нас есть экскурсия экскурсия это когда холодно на улице а мы допустим в областной библиотеке они нам тоже предоставляются и площадке проводим уже презентацию допустим домов тюмени рассказываем показываем устраиваем чаепитие наши гиды все практически пикут сладости и угощают можно сказать что есть такая общая заинтересованность между всеми институтами включенной в эту историю чтобы помочь поддержать много партнеров они нам очень хорошо помогают пользуясь случаем хочу сказать огромное спасибо всем во первых областной библиотеке благодарными это конечно хорошо но мне интересно что вы нам сегодня принесли я вам не принесла раритетные кушаки это моя прабабушка их сама откала на станке из-за ветчей шерсти потом еще красила их одевали мужчины поверх шуб очень красиво у нас сейчас есть такой вот передвижной музей мы его выставляем на квестах делаем квест о ремеслах тобольской губернии и вот эти кушаки у нас все одевают у нас и в общем высокопоставленные люди одевали эти кушаки знаете фотографии бесподобные вот завязывают одевают ложки в руки играют знаете у нас у нас есть ковер ишимские ручной работы ему 60 лет можно на нем полежать посидеть у нас же не как музеи которые ничего трогать нельзя можно все потрогать мы даже у нас были нумизматы которые приносили деньги монгольской орды и первые русские деньги и мы могли их потрогать руками то есть вот мы приглашаем еще интересных людей за станок ткацкий вы еще никого из своих высокопоставленных экскурсантов не усадили пусть поработает подкуд нет мы пока еще в это в эту сторону не ушли ремесел мы пока еще только держимся на краеведческом материале но только вот ваши экскурсанты пусть большие пусть маленькие пусть там северное пусть тюменские вот какой пласт истории тюмени такой наибольший интерес вызывает но больше всего вопросов вот наибольшим пользуются спросом все-таки храмы тюмени я сама удивляюсь но вот храмы тюмени пользуются постоянно большим спросом еще парки и площади города фаворитом конечно же александровская площадь является и сама обожаю проводить там экскурсии и каждая экскурсия у меня новая абсолютно новая александровская площадь это площадь борцов революции а еще парк пограничников очень нравится детям что не казалось ему пограничник совершенно недавно я провела новую экскурсию золотые купола тюмени где я привела в новую церковь церковь армянская апостольская церковь она же совсем недавно открыли сыропа маш тоца я вот так долго учила выучила и очень рада это их первый человек который создал армянскую азбуку и отец и он приглашал нас рассказывал очень интересно очень красиво и парк какой чудесный маршала багромяна просто бесподобно вот это мне очень понравилось и также пользуются сейчас тюмень будущего жилищные комплексы айвазовский допустим уже мы тоже можно из курсе проданного патрушева очень нравится особенно дети из центра семья обожают потому что там же классные игровые площадки но дети это понятно почему не обожают они скорее всего не история интересуется классными местечками где можно побегать попрыгать детям мы проводили недавно такую классную экскурсию о истории лыж на базе спортивной детской и юношеской школы номер два мы привезли туда детей делим лыжи и мы их потеряли мы не знаем где лыжники где наши дети они растворились они стали все вместе а потом мы им накрыли чая с огромным количеством стрипни и пирожки и все и лыжники наши дети пили чай травяной чай я вообще первый раз в жизни увидела чтобы дети выпили больше 10 литров чая у вас такая история в купе действительно с приятной такой непринужденной очень душевной теплой компании какие отзывы вы получаете своей работе ну вот так вот очень положительный вы знаете нам такие стихи пишет людмила николаевна после каждой экскурсии уже можно книгу издавать вот у нас скоро тюменская осень же фестиваль вы как-то в предыдущие почувствовали всплеск интереса да 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 вы знаете все сказали огромное спасибо за наши экскурсии благодаря нашим экскурсиям они все выиграли призы очень довольны и счастливы и говорят не зря мы посещаем ваши экскурсии оказывается мы все вопросы знаем ну вот скоро у нас тоже фестиваль тюменская осень наверняка экскурсантов у вас тоже прибавится спасибо вам большое на и удачи вашей такой полезной замечательной нужной работе спасибо спасибо друзья это была программа интервью мы благодарим вас за внимание и до встречи в эфире